Здравствуйте! Начну с финала. Грустного финала. Давайте вот эти кадры подсмотрим. Кота заберете? А вещи заберете? Ну, я посмотрю, что там. Нет, вы сюда не зайдете, я вам вынесу кота. Нет, я сама буду вещи смотреть. Нет, я вам вынесу кота. Вы не трогайте лично вещи. Я вам вынесу кота. Они все упакованы, я вам вынесу кота и код. Ждите. Будете ли ты сейчас? Нет, куда все суете-то? Не знаю, забирайте. Вот что они сделали с моим футболком. Они ее просто разорвали пополам и превратили в грязную тряпку. Что вы хотите от нас? Почему вы хулиганите? В таком раз вы обрезаете нам провода. Почему я не хочу? Вы каждый день приезжаете. Ну, хорошо, приезжайте. То есть он сейчас говорит о том, что он имеет право выполнять действия судебных приставов. То есть он на себя берет эту ответственность. Вы правильно я понимаю, да? Он может выполнять, знаешь, и обязанности российского президента. Вы мне покажите, пожалуйста, документы, которые подтверждают то, что вы имеете право это делать. Все документы в полиции, у участкового. У участкового нет таких документов. Давайте, если снова будет подключено, я вечером приеду, проверю или завтра, и снова вам что-то повредим. Замок будет снят. Будете каждый день платить электричество, сантехнику. А вы не имеете права это делать? Мы акты составляем. Ну, вы просто вещи не выставляете пока, я не знаю, договоритесь с человеком, поговорите нормально с собственником. Человек, который зарегистрирован там, действительно, может, вещи какие-то ценные есть. В нашей ситуации мы уже не знаем, кому, каким богам молиться, сами понимаете. Потому что вот так вот жить, это невозможно. Я бы сделал, наверное, запросы в соцсетях. Что происходит на этих кадрах? Людей выгоняют из квартир. Выгоняют из последних квартир. Вы знаете, что по закону нельзя выгнать из единственного жилья. Но вот тут так закон вывернули, что, оказывается, можно. И вот полиция, вы видели там, да, ничего сделать не может. Люди просто по-наголому себя ведут непонятные какие-то. И это не один случай, таких случаев много. С чего все начиналось? А начиналось все с того, что люди брали кредит в Совкомбанке. К нам обратилась группа людей, которая попала вот под такой кредитный грабеж. Вы взяли в Совкомбанке кредит, деньги, которые вроде как ипотечные. Но на самом деле это просто деньги под залог. Под залог единственного жилья. Я задержала на несколько часов первую оплату. Часов? Часов. Часов. На несколько часов. Вы созванивались с работниками в Совкомбанке? Я позвонила на горячую линию. Мне сказали, что не будет никаких проблем. То есть, если вы положите до 10 утра. Мы это все исполнили, положили. То есть, никаких извещений, уведомлений мне не приходило. Через 3 месяца звонок поступил, что у меня образовался там штраф. 27 тысяч рублей, которым в этот же день мы оплатили. И также я написала заявление в банк о том, что мне пояснили по поводу этого штрафа. Этот штраф за этих вот... Да, за несколько часов. Просто спустя 3 месяца, за 3 месяца, получается, набежали 27 тысяч рублей. Почему 3 месяца? Почему они сразу не верят? Ну, потому что это, наверное, было выгодно банку. Потому что было 27 тысяч, а не 2 тысячи. Значит, я оплатила 27. Через неделю мне раздается звонок, что я достала уже 90 тысяч. А это откуда? А это уже пение штрафа, как бы вот с того момента, как я нарушила, согласно договору, пункт там какой-то. Далее у нас получилось так, что они подают в суд. То есть, передача закладной, опять же, без каких-либо уведомлений. Я даже знать не знала об этом. Вот, да. Ну и все, они подают в суд. Первую инстанцию, вторую, третью мы проигрываем. И все, теперь мы должны отдать. И с том, кто был? Банк? Нет, и с том уже было БК. То есть, уже вот за этот период уже передали в нас уже ББК. Выступая брокерами, уже брокерами, они сказали, мы как брокер вас передадим в Совкомбанк под меньший процент. Соответственно, они меня передали в банк, то есть, ну, как бы кредитная, микрокредитная организация, там сумасшедшие проценты. Перевели меня в банк, пользуясь, как бы, ну, моей доверчивостью, что я мать-одиночка, перевели меня в банк. Далее, не совершив еще даже первого платежа, они тут же передают, об этом мне не сообщили, меня продают мою закладную АБК-инвест. Меня об этом никоим образом не известили, я платила, то есть, каждый месяц я платила в Совкомбанк, хотя далее выяснилось, что, ну, как бы, уже была продана моя закладная АБК-инвест. Они продали почему, ну, как-то потом удалось узнать? Нет, они это никак не аргументируют, аргументируют это тем, что они вправе это делать, якобы в договоре это прописано, ну, любым третьим лицам при, там, нарушении каких-то платежей. Я еще не совершила первый платеж, соответственно, не было никаких нарушений. Поставили меня в такие условия, в кабальные, что я не смогла, то есть, там, сумасшедшая сумма за день просрочки через полгода. Через полгода, то есть, полгода вы платили в Совкомбанку? Да, да, я платился в Совкомбанку. А в этот момент на АБК-инвест падали капли процентов, да? Да. Как бы, вроде вы платили, но долг рос. Да, а долг рос. Компания АБК-инвест. Запомните это название. Хочется немножко объяснить, что происходит. Люди берут обыкновенный кредит, ну, деньги берут, да, но они обычно их тут, или брокеров, через брокеров кредитных, или, может, они сами в этот банк приходят, да, или, может, по объявлению находят, но они берут кредит и заключают ипотечный договор. И вот по этому ипотечному договору, он еще так составлен умно, ну, там же знатные люди сидят, банкиры же, они на этом уже не то, что собаку, несколько съели. И что вот по этому кредитному договору, если вдруг вы где-то что-то просрочили, или там вот как у одной нашей гости, там так было сделано, что она вроде платила в одно место, а должна она оказала в другое место. Компания АБК-инвест и подобные ей. Они даже не банки, они даже не кредитные организации, они вообще непонятно что, но их много. И это очень важно, они вот выпадают из закона о банковской деятельности, и, если проще говоря, они могут беспределить, ну, чем, в общем-то, и занимаются. Ну, конечно же, вот на мой взгляд, налицо ситуация, когда банк, ну, злоупотребляя своим положением, с использованием вот этих вот карманных лавочек, вошек, просто занимается таким вот зарабатыванием денег на не то, что малоимущих, это неправильно так говорить, а на тех, кто ошибается. Ну, такая, знаете, развод какая-то. Как из банка превратить ломбард? Пользуясь юридической неграмотностью людей? Конечно, конечно, бесспорно, что пользуясь юридической неграмотностью, потому что... Но ведь я вот что предположу, что люди, которые предлагают эти кредиты, эти брокеры, они хорошо знают, чем это может закончиться, они знают эту схему. Конечно, конечно, брокеры это в курсе, они в курсе, какой банк зубастый, какой банк сделает то, чтобы потом на штрафах, комиссиях, неустойках, ну, отобрать все, ну, как есть. А какой банк просто зарабатывает на своей обычной банковской деятельности? А когда банки вдруг с помощью вот таких вот прокладок коммерческих начинают заниматься тем, что отжимают квартиры на следующий день буквально после того, как люди допустили просрочку, ну, ведь понятно, для чего это и делается. Таких историй у вас около 20, и вы предполагаете, что их гораздо-гораздо больше? Да, их очень много. И все они связаны с одними и тем же компаниями? Да, Совкомбанк, АБК, и не только, кстати, Совкомбанк, и есть Первоклиентский банк, то есть АБК сотрудничает с разными банками. То есть он такой агрегатор вот таких вот подобных. Да, да, вот этих серых всем. А там такие же истории, да? Да, все такие же истории передают до первого платежа. Всегда есть залог, это квартира. Да. Суд вынес решение, что у меня долг 10 миллионов, 10 миллионов 700 тысяч. Ваган, представитель АБК Инвест, называет мне сумму в 16 миллионов. Я говорю, откуда вы берете эти миллионы, которые у вас каждым днем просто растут? А когда я приехала в офис на следующий день, за день сумма выросла до 18 миллионов. Я говорю, вчера было 16, сегодня 18. Я ему задаю вопрос, откуда 2 миллиона? На что он мне отвечает, мы должны с этого заработать. У АБК Инвест не имеет, по сути дела, никакого юридического права требовать должников что-либо, поскольку кредитные договора, которые заключены, начиная с 2016 года, по настоящее время, все содержат положение о том, что на них распространяется банковское законодательство. Вот этот 230 федеральный закон тоже имеет отношение к банковскому законодательству, поскольку он регулирует отношения между кредитором, в том числе и новым кредитором, и должником. Мы же прекрасно понимаем, что вот эти компашки для чего делаются? Чтобы выйти из-под регулирования Центробанка. Ну потому что рано или поздно, если бы банк сам занимался такими взысканиями каждый раз, вот представьте, что ему Центробанк знаете, что строит? Потому что у него же каждый раз будут просрочки, каждый раз он должен резервы оформлять и так далее. Банку это невыгодно. Вот эти вот, такой вот дополнительный побочный бизнес, банковский, ну как есть, назвать его бизнесом, конечно, язык не поворачивается, я считаю, что это просто вот такое... То есть это специальные вот эти компании, чтобы они не подпадали под закон банковский бизнес? Что все правильно, что они выходят тем самым из регулирования Центробанка. И теперь важный вопрос. Вот банкиры, владельцы этого софткомбанка, это братья Хотимские, они знают о том, что происходит. У них там наверняка другие какие-то обороты, другие деньги. Или же все-таки вот, ну копеечка в карман, тут копеечка, тут копеечка, раз и миллиард заработал. Отсюда, вот понимаете, вот к вопросу, софткомбанк, там входит в десятку банков России, ну там по величине активов. Вот знаете, вот для меня вопрос, действительно, это все-таки гешефт менеджмента софткомбанка, либо к этому приложили руки братья Хотимские? Ну как мне, они закрывают на это глаза. Если не имеют с этого доля, то... Ну по крайней мере им это выгодно. И по крайней мере риски от деятельности... Не очень ли это грязное дело для них? Или нет никаких грязных дел для настоящих банкиров? Вы знаете, кто-то говорит, что для банкиров не бывает грязных денег. Но вот это грязные деньги. Вот это грязные деньги. Они, конечно, не на крови, но они на чеческих судьбах. Полиция, прокуратура, следственный комитет отписываются, что, ну, суды, все в суды, в суды, в суды. А в результате люди остаются без квартир. Когда-то в этом банке работал Петр Засильский. Он сначала работал в этом банке, потом перешел и стал замминистром министра экономического развития. Это там, где когда-то работал недавно отпущенный досрочно Улюкаев. СМИ называют, что, возможно, не без участия Петра Засильского. Вот банку этому очень много можно. То, что из сотрудников Совкомбанка Петр Засильский занял очень такую высокую должность, я усматриваю два варианта. Либо это действительно то, что называется трудовой десант братьев Ходинских во власть, для того, чтобы потом иметь своего, не то что лоббиста, но своего человека, который будет поддерживать свое бывшее рабочее место. Либо же это действительно то, что называется, ну, просто такое совпадение интересов. Кому-то нужно иметь покровителей на уровне министров, замминистров, а кому-то нужно иметь дружественный банк. Прокуратура, как я уже говорю, ничего не делает, Следственный комитет ничего не делает, сколько жалоб было написано, ничего не делает. Мы от себя напишем запрос. И еще раз, конечно же, обязательно к этому вопросу вернемся. И пригласим еще пострадавших, которые вот прошли весь этот путь, которые взяли деньги и буквально потеряли свое последнее жилье. Их просто выкинули вместе с вещами на улицу. И все, делайте, что хотите. До свидания.